Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратьевна, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу поговорить с вами о подкормках смородины крахмалом. В последнее время появилось очень много роликов, в которых рассказывается о самых разнообразных способах подкормки плодовых, ягодных растений, декоративных, различными нетрадиционными способами, в том числе подкормка крахмалом. Есть ли смысл в этой подкормке или же она абсолютно бесполезна? Так что же такое крахмал? Крахмал это сложное органическое вещество, которое состоит из отдельных молекул глюкозы и фруктозы, а в свою очередь они состоят всего из трех химических элементов углерода, кислорода и водорода. Попав в почву, крахмал становится пищей в первую очередь не к кустам смородины, а той почвенной микробиоте, то есть микроорганизмам, грибкам, бактериям, протистам, которые живут в почве. И вот переработав крахмал, они уже сделают доступным продукт и переработка его растению. Самому растению крахмал в виде раствора, во-первых, весной не нужен, по одной простой причине. Ранняя весна это период, когда корневая система еще недостаточно активна. Она не может полностью сейчас полноценно усваивать многие вещества, даже тот же самый фосфор, тот же самый калий, потому что температура недостаточно поднялась. Второй важный момент. Растениям, в том числе и смородины, весной, в период распускания почек, важнее всего не крахмал и даже не фосфор с калием, а азот. Будь это органическая форма в виде перегноя, а либо мочевина карбамид. Поэтому подкормка крахмалом имеет смысл только в том случае, если вы хотите улучшить общее плодородие почвы, подкормить почвенные микроорганизмы. А еще лучше, если вы сделаете из остатков крахмала, который у вас остался где-то, хорошую подкормку на основе и растительных остатков, и культуры триходермы, или байкал-М, любого другого микробиологического препарата. В таком случае вы действительно получите комплексную подкормку, богатую органическими веществами, биологически активными веществами, которые поспособствуют хорошему росту и развитию растений. Просто же поливать кусты раствором крахмала я считаю нецелесообразным. Это очень дорого, невыгодно и не даст того эффекта, на который вы рассчитываете. Но в конце концов каждый выбирает сам. Дело здесь только за вами. Ну и конечно хотим поблагодарить вас за то, что вы по-прежнему с нами, за ваши лайки, за вашу подписку. С вами была Юлия Кондратенок, кандидат в сельскохозяйственных наук и канал Процветок. Процветание вам и вашему саду. До новых встреч на нашем канале.